Пуэр Пуэр Своя, омывая их, вы оказываете внимание богам. Заливаем кипяток. Можно воспользоваться колокольчиком, чтобы улучшить воду. Берем гайвань за края, тогда мы не обжигаем пальцы. Сливник надо поднимать повыше, чтобы вода насыщалась кислородом. Ну, и остается его только попробовать. Ну, в общем, на этом первый выпуск нашей чайной церемонии заканчивается и начинается чайная бесцеремония, потому что чай, такой пуэр, можно заварить в обычной кружке. Вот такая хорошая кружка. Первое, что нужно сделать, точно так же нагреть посуду. Чай нужно измельчить, наливаем, чашками, хлопьем, вил до конца, закрываем и жду, пока заварится. Вот такая крепость. Ты так сильно выхмыляешься как-то и чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что ты стесняешься. Так а что в этом плохого? Это же очевидно. Я бы сказала, что надо бы и хозяином. Да просто надо его с посудой поманипулировать чуть-чуть. То есть он как бы иногда не чувствует, видимо, посуду и обжигается в каких-то моментах. То есть сложно удерживать и роли, и посуду. То есть заварить просто для себя раз пять-десять, там пополивать... Я бы сказала, что общий толк твоей беседы такой исходительно-стеснительный, странный. Как-то надо поближе к людям. Ну я настолько близко к людям, насколько я могу. Очевидно, что я не специалист. Это видно. Я знаю, как ты умеешь играть. Ну да, так оно и есть. Ну тогда точно, да, свой технический танец. Я думаю, что ничего плохого в естественности нет. Но это наоборот только импонирует как бы людям. То есть они чувствуют, что человек как бы честен с ними. И видят, что это не наебаларно. «Ветое25» Продолжение следует...